Добрый день. Вы у нас староста группы 4981, так ведь? Общение студентов и преподавателей теперь проходит по видеосвязи. На фоне распространения в мире коронавируса студенты огни временно не посещают здания института. Коридоры и аудитории опустили, но учебный процесс не остановился. Просматривать материалы, слушать лекции и проходить тестирование студенты могут и дома. С помощью специальной цифровой платформы. После того, как студент ознакомился с материалами, посмотрел видеофрагменты, изучил теорию, ознакомился с презентациями, он проходит контрольное тестирование или выполняет задания, которые задал преподаватель. Вот сейчас я прошел тест, из пяти вопросов ответил правильно на четыре. Доступ к системе имеют студенты очного и вечернего отделения. Постепенно подключаются и заочники. В сложившейся ситуации, конечно же, это мера, которая в первую очередь позволит нам непрерывно организовывать учебный процесс. На карантине и другие образовательные учреждения города. А школьники ушли на весенние каникулы раньше срока. Некоторых сотрудников предприятий перевели на удаленный режим работы. Отменяются концерты, спектакли и любые другие массовые мероприятия. Особый режим затронул и спорт. Альмитиский нефтяник провел домашний матч при пустых трибунах. А затем лига и вовсе приостановила розыгрыш кубка. Под запретом в республике кальяна в заведениях, а ночные клубы будут работать лишь до 10 вечера. Особое внимание теперь уделяется и дезинфекции. Общественный транспорт в городе обрабатывают от трех раз в сутки. На входе во многих учреждениях теперь замеряют температуру. Если она больше 36,5, то в здание могут не пустить. 36,1 можете пройти. Особый санитарно-эпидемиологический режим в республике продлится до 15 апреля. Медики советуют в это время не посещать места массового скопления людей. И вообще, как можно меньше бывать на улице и как можно чаще мыть руки. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альмитиск ТВ.